Доброе утро! Сегодня понедельник, 24 августа. Служба информации канала УТС начинает свою работу в студии Ксении Бородкина. Сегодня в выпуске расскажем о минимальных зарплатах, нелегальных мигрантах и ремонте учреждений культуры в регионе. Минтруд предлагает в каждом регионе установить собственный размер минимальной оплаты труда. Согласно законопроекту в 2017 году в каждом субъекте Российской Федерации он должен составить 65% величины прожиточного минимума региона. Сейчас МРОД составляет 5965 рублей. Это чуть больше 80 евро. В стране особенно высока численность работников с низкой зарплатой в таких отраслях, как текстильное и швейное производство, связь, сельское хозяйство. Реальные доходы россиян продолжают падение. Согласно данным Минэкономразвития, за первое полугодие они упали на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти 70% россиян продолжают экономить на товарах и услугах. Из Нигерии в Новосибирск на заработки. Федеральная миграционная служба задержала трех африканок, которые находились в нашем городе без разрешительных документов. Обнаружили нелегалов, когда они прогуливались по торговому центру в Ленинском районе города. Девушек отвезли в полицию, чтобы установить их личность. От фотографии и снятия отпечатков пальцев задержанные отказались. Оказалось, у двух женщин есть документы, подтверждающие личность и миграционный учет в Москве. У третьей документы отсутствовали. Сотрудники ФМС приняли решение выдворить гражданку Африки из страны. Напомню, что в регионе уже несколько дней проводят операцию нелегальный мигрант. Лето – традиционный сезон ремонта в Сузунском районе. Во всех учреждениях культуры района проводят косметический ремонт зданий. В этом году переделки коснулись Шайдуровского клуба. Что изменится в центре отдыха и развлечений для селян в сюжете наших районных корреспондентов? В Шайдурово единственная радость – сельский клуб. И тот сейчас на ремонте. Днем там любили посидеть пожилые люди, вечерами на танцы приходила молодежь. Ребят помладше привлекала в нем библиотека. Но вот уже два месяца скучают и те, и другие. Сильно клуба не хватает. Без него плохо. Хочется сходить там книжки почитать. Перед реставрацией в здании не то, чтобы заниматься, находиться было опасно. Заведующая клубом Татьяна Кондратьева говорит постройке 53 года. А серьезного ремонта не было ни разу. Здание начало седать и начали плитки все ломаться. И наверху все начало ломаться. Во-первых, когда стали все разбирать, стены даже просвечивались. Потому что, во-первых, ветреная сторона, брус много позднил. Птички вытаскивали все утепительные материалы. И все просвечивалось. Было очень холодно. На проведение капитального ремонта запланировано больше 6 миллионов рублей. Но из-за недостаточного финансирования приняли решение делать все поэтапно. Вот в этом году подлили фундамент, закрепили стены металлическими швеллерами, поменяли все окна на пластиковые. Ну и сейчас идет ремонт крыши. Электрики делают свое дело. Также в этом году планируется сделать фасад. Обшить его металлическим профилем и утеплить. Необходимые бумаги уже оформили и выставили на аукцион. Но это будет уже следующий этап работ. Светлана Соколова, Александр Зулин, Новости ОТС. Знаменитый писатель-фантаст в Новосибирске Дмитрий Глуховский, автор книги «Метро-2033» и «Метро-2034» проведет несколько встреч с читателями. Писатель приедет в столицу нашего региона для презентации новой книги «Метро-2035», которая вышла в июне этого года. Напомню, первая книга серии рассказывает о жизни людей в московской подземке. Она была издана 10 лет назад. С тех пор сотни писателей подхватили идею Глуховского и рассказывали о приключениях жителей других городов. Встреча с писателем пройдет 25 августа в одном из книжных магазинов Новосибирска. А 26 числа с Дмитрием Глуховским можно будет встретиться в областной научной библиотеке. Наставление перед стартом. Сегодня в ЛДС Сибири пройдет встреча болельщиков с хоккеистами и тренерами Сибири. На встречу уже ставшей традицией новосибирского клуба болельщики смогут задать вопросы новичкам команды, пожелать удачи и пообщаться с игроками в неформальной обстановке. Подобные мероприятия собирают больше тысячи участников. Напомню, новый восьмой сезон Континентальной хоккейной лиги стартует сегодня. Встречи между армейскими командами СКА и ЦСКА. Сибирь свой первый матч проведет на выезде 26 августа против московского «Динамо». На этом пока все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей. Удачного дня! Доброе утро! Служба информации канала ОТС продолжает свою работу в студии Ксении Обороткина. Сегодня в выпуске о студенческой стройке, уборочной кампании и подготовке к первому сентября. Аквапарк-2015 Потрудились на каникулах, теперь пора на лекции. 26 августа заканчивает работу региональная студенческая стройка «Аквапарк-2015». В честь этого события на территории будущего оздоровительно-развлекательного центра проведут торжественную линейку. 95 бойцов помогали возводить уникальный объект с начала лета, а после рабочих будней студенты устраивали спортивные и интеллектуальные игры. На торжественной линейке подведут итоги трудового сезона, наградят лучших отрядных командиров, комиссаров и бойцов. Самым трудоспособным и активно вручат знамя. Кроме того, в этот день станет известно имя победителя конкурса на лучшее название – аквапарка. Уборочная кампания в разгаре. В хозяйстве Благодатное Карасукского района аграрии заготавливают корма и подготавливают хранилище для зерна. Тему продолжат наши корреспонденты. Степной корабль, так называет свой комбайн Николай Потапов, готов. Последняя проверка перед выходом в поле. Заинтересованная зарплата, я оптимальная, можно работать. Всё, нормально. На полях активно идёт уборочная. Сенажа уже заготовили 100% от плана. Но исходя из урожайности, аграрии намерены запастись на две зимы вперёд. Сложилось, что и корма выросли, и кукуруза выросла, и белоснежка. Убирать надо. Вырастили, значит, надо убирать. Урожай кукурузы в этом году тоже удался на славу. Для сравнения, в 2014-м сборы составили 60 сантиметров с гектара. Сегодня, как заверили в хозяйстве, показатели выше в 10 раз. Если погода позволит, то можно будет заготовить три плана годовой необходимости силоса. Настрой у людей сегодня хороший. Люди работают допоздна, с полной отдачей, я бы сказал. Поэтому сегодня люди прекрасно видят и понимают, что урожай вырос, и что его сегодня нужно убрать. В хозяйстве формируются хорошие запасы кормов, а значит, у зоотехнической службы будут условия для работы над увеличением поголовья скота и объёмов молока. Валентина Чемизова, Владимир Литау, Новости ОТС. В районах области готовятся и к 1 сентября. Представители МЧС, полиции, санэпидемостанции, управления образования оценивают качество ремонта и безопасности в школах. Так, в Северном районе, в Биозинской школе-интернате, к началу учебного года уже практически всё готово. В учреждении постоянно проживают 10 детей, а ещё 57 обучаются. За летний период в здании заменили трубопровод и оборудование в котельной. В других школах, где количество детей в разы больше, особое внимание системам видеонаблюдения, эвакуационным выходом и противопожарным средствам. Огнетушители должны быть в исправном состоянии, пронумерованы и внесены в специальный журнал. За три дня работы комиссия проверила 11 образовательных учреждений района. Осталось ещё 7. Специалисты не торопятся с выводами, но уже увиденными результатами довольны. Руководителями образовательных учреждений в Северном районе Новосибирской области проведена большая работа по подготовке школ к новому учебному году. В семи школах проведён капитальный ремонт системы воды и теплоснабжения. Все косметические работы выполнялись собственными усилиями. Конечно, некоторые незначительные недоработки есть, но буквально в течение нескольких дней они будут устранены. Всероссийские соревнования среди юных биатлонистов стартуют в Новосибирске. Кубок Анны Багалии в этом году собрал более 500 участников со всей страны. Это первые всероссийские соревнования для столь юных спортсменов от 10 до 15 лет. В программе турниры, спринт со стрельбой из пневматического оружия, эстафеты и проверка общей физической подготовки спортсменов. Кроме участников, занявших призовые места на летнем этапе, будут награждены абсолютные чемпионы Кубка с учётом результатов, которые спортсмены показали на первом этапе, который прошёл в марте этого года. Напомню, команда Новосибирской области тогда завывала по 11 золотых и серебряных медалей, а также 10 бронзовых наград. Накопления не пострадают, даже если их перенаправят. Россиян защитят от потерь при переходе из одного пенсионного фонда в другой. Минтруде страны подготовили законопроект, который должен скорректировать порядок определения размера накоплений, если будущий пенсионер решит поменять страховщика и захочет перевести свои средства из одного фонда в другой. Порядок этот будет единым, вне зависимости от того, решится или нет гражданин менять государственный пенсионный фонд, на негосударственный, или перейдёт из одной коммерческой структуры в другую. Сейчас финансовые последствия таких переходов могут быть различными. Они, например, зависят от того, когда будущий пенсионер желает уйти к новому страховщику, на следующий год после подачи заявления или через пять лет, как разрешает закон. В будущем накопления должны будут одинаково хорошо защищены в любом случае, считают в Минтруде. На этом пока всё. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей. Удачного дня! Доброе утро! Служба информации канала ОТС продолжает свою работу. В студии Ксения Бородкина. Сегодня расскажем о гуманитарной помощи на Донбасс, выставке французского художника и победах новосибирских спортсменов. Очередной автомобиль с гуманитарной помощью отправился из Новосибирска. Жителям Донбасса везут муку и крупы. Активисты общероссийского общественного движения за сбережение народа собрали мешки с мукой и геркулесовой крупой. Общий вес груза составил более 18 тонн. Вся продукция произведена в хозяйствах региона. Сначала гуманитарная помощь на Камазе будет доставлена в Ногинск, а оттуда переправлена в Украину. Острую нехватку медицинских работников сегодня испытывают многие районы области. Так, в селе Соколово, Колыванского района нет фельдшеров. Да и единственный ФАП сложно назвать медицинским учреждением. Нет никаких условий для работы. О том, можно ли изменить ситуацию в сюжете Яны Зенченко. Валившаяся штукатурка, постоянный холод и более того, никаких условий для приема пациентов. О том, что это здание служит местным фельдшерско-акушерским пунктом, указывает лишь вывеска. И холодильник, и детей маленьких невозможно туда приводить, потому что минус 8, минус 5 градусов, ни детей никак, да и самим врачи около обогревателя сидели, ни аптеки, ни ничего. Ну, что все там наладо. Конечно, больницы очень сильно ФАП нужны, новые врачи нужны. Решить наболевшую проблему сельчанам помогла областная программа здравоохранения. Благодаря субсидии в Соколово скоро появится новое модульное здание. Главное преимущество такой работы – кратчайшие сроки возведения. А сама технология стройки уникальная. Все построено на свае. Здесь свайное поле 69 свай. Первый этап строительства был. Она и уйдет в землю на 5 метров. То есть такая конструкция не подлежит никаким колебаниям температурным и так далее. Она очень долговечна и надежна. Подобных ФАПов в области возведут около 40. Работники обещают закончить стройку этого объекта уже через месяц. Здание будет полностью оснащено всем современным оборудованием. Здесь уверены – возможно, после открытия нового фельдшерского пункта разрешится и проблема с медицинским персоналом. Яна Зенченко, Игорь Попрыга, Новости ОТС. Любовь и драма. Выставку под таким названием открыли в Центре современного молодежной культуры «Этаж». Автор экспозиции – французский художник Жан-Марк Лаже. Мастер уже несколько лет живет в России. Говорит, приехал в Сибирь для того, чтобы познакомиться с культурой и национальными особенностями. Работает господин Лаже в стиле модерн. В первой своей выставке, которую он презентовал три года назад, было признание в любви к Новосибирску. С тех пор художник активно участвовал во многих культурных проектах города. Новая экспозиция также посвящена вечной теме любви. Художник рассказывает о чувствах, которые переживает человек во время расставания. Сегодня глава региона Владимир Городецкий обсудит с тренерским штабом и игроками хоккейной Сибири подготовку к новому сезону. Об итогах летних сборов за рубежом и о том, с каким арсеналом наша команда подходит к старту чемпионата в континентальной хоккейной лиге, расскажет генеральный менеджер команды Кирилл Фастовский и главный тренер Сибири Андрей Скобелко. Подробности этой встречи наши корреспонденты расскажут в вечерних выпусках новостей. И еще о спорте. Пауза длиной в 34 года прервана. Ирина Диденко и Светлана Гумбатова завоевали бронзовые награды чемпионата мира по вертолетному спорту. До этого сибирские экипажи три с лишним десятка лет не принимали участия в главном турнире сезона. Судьба золотых наград на совершившихся в Польше чемпионате мира по вертолетному спорту решили три российских экипажа. Определяющим оказалось последнее упражнение. В итоге наши спортсменки завоевали бронзу. Они показали высокие результаты в каждой из четырех дисциплин. И это все новости к этому часу. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей. Удачного дня! Доброе утро! Служба информации канала ОТС продолжает свою работу в студии Ксения Бородкина. Сегодня в выпуске о новых методах мошенничества, школьных ярмарках и ходе уборочной кампании в районах области. О новом виде мошенничества заявляют правоохранители Сибирского федерального округа. Злоумышленники рассылают электронные письма от имени пенсионного фонда. При открытии письма компьютер атакует вирусная программа. Несколько таких случаев уже зафиксировали в Томске. Полиция и представители пенсионного фонда предупреждают жителей других сибирских городов об опасной рассылке и просят внимательно относиться к получаемой электронной корреспонденции и не поддаваться на уловки мошенников. До начала учебного года осталась неделя. В мегаполисе одну за другой открывают школьные ярмарки, чтобы родители и ученики успели приобрести все необходимое к первому сентября. Так, завтра на площади Пименного горожанам будет представлен широкий ассортимент канцелярских товаров, книг и учебников, детской и спортивной одежды и обуви, школьные формы, головные уборы, сумки и кош-галантерея. В расширенной распродаже школьных принадлежностей примут участие около 50 организаций и индивидуальных предпринимателей, которые представят товары по ценам ниже, чем в розничных сетях. Здесь же языковые, спортивные и танцевальные студии города проведут разнообразные мастер-классы для детей и взрослых по рисованию песком, аквагриму, изо, плетению коз, пантомими и айкидо. Родители смогут получить консультации педагогов, а дети пройти тестирование по различным дисциплинам. Заготовка кормов, уборка зерновых, подготовка техники. У аграриев региона сейчас самая горячая пора. О том, как оценивают будущие урожаи сельхозпроизводители Карасукского района в следующем сюжете. Степной корабль, так называет свой комбайн Николай Потапов, готов. Последняя проверка перед выходом в поле. Заинтересованная зарплатия, оптимальная, можно работать. На полях активно идёт уборочная. Сенажа уже заготовили 100% от плана. Но исходя из урожайности, аграрии намерены запастись на две зимы вперёд. Сложилось, что и корма выросли, и кукуруза выросла, и белоснежка. Убирать надо. Вырастили, значит, надо убирать. Урожай кукурузы в этом году тоже удался на славу. Для сравнения, в 2014-м сборы составили 60 центнеров с гектара. Сегодня, как заверили в хозяйстве, показатели выше в 10 раз. Если погода позволит, то можно будет заготовить три плана годовой необходимости силоса. Настрой у людей сегодня хороший. Люди работают допоздна, с полной отдачей, я бы сказал. Поэтому сегодня люди прекрасно видят и понимают, что урожай вырос, и что его сегодня нужно убрать. В хозяйстве формируются хорошие запасы кормов, а значит, у зоотехнической службы будут условия для работы над увеличением поголовья скота и объёмов молока. Валентина Чемизова, Владимир Литау, Новости ОТС. Водители инвалидов обяжут увозить с собой справку из медкомиссии. Это следует из проекта изменений в правила дорожного движения, которые подготовила госавтоинспекция. Это нужно для того, чтобы мошенники не могли незаконно вешать на свои автомобили знак «Инвалид», избегая штрафа за стоянку под запрещающим знаком. Эксперты говорят, что контролировать перевозку инвалидов в нашей стране крайне сложно, и это могут делать только инспекторы и только вручную. Таким образом, в списке документов, которые водители обязаны иметь с собой, теперь появится ещё один документ, подтверждающий факт установления инвалидности. Речь идёт о справках, которые выдают медико-социальная комиссия. Побывать за кулисами театра после полуночи – такая возможность есть у новосибирцев. Впервые в театральной школе под руководством Афанасьева пройдёт квест «В поисках музы». Это игра, где на каждом этапе, помимо интересных испытаний, участников будут ждать актёры. Театральная школа – место, где было сыграно сотни спектаклей, произведено тысячи слов. Место с особой атмосферой и мистической энергетикой. К участию допускаются команды от 5 до 8 человек в возрасте от 16 лет. Участие в квесте бесплатно – это подарок новосибирцам к десятилетию Новосибирской театральной школы. Квест состоится 27 августа на площадке Центрального отделения школы. И это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Удачного дня!